Среда разработки клиент-серверных приложений Visual Studio и модель объектов ADO.NET. Универсальный механизм доступа к данным является стратегией предоставления доступа к любому типу информации, например, предприятия. Он обеспечивает высокопроизводительный доступ к различным источникам информации, включая реализационные и нереализационные данные, в том числе к данным, хранящимся на мини-фреймах, данным электронной почты, файловой системы, текстовым графическим, географическим данным и другим. Для многих современных приложений, использующих данные, характерно подобное разнообразие их источников. Более того, вполне очевидно, что могут появляться новые форматы данных и способы их хранения. Поэтому разумным требованием к универсальному механизму доступа к данным была бы возможность поддержки не только существующих в настоящее время форматов и источников данных, но и форматов данных, которые будут созданы в будущем. Основные компоненты архитектуры универсального механизма доступа к данным Microsoft – это Microsoft Active Data Object представляет собой программный интерфейс для доступа к данным из приложений. С точки зрения программирования, ADO и его расширение являются упрощенным, высокоуровневым, объектно-ориентированным интерфейсом к OLE-DB. OLE-DB – это низкоуровневый интерфейс для доступа к данным. ADO использует OLE-DB, но можно использовать OLE-DB и напрямую, минуя ADO. Open Database Connectivity – это стандартный способ доступа к революционным данным. Этот компонент универсального механизма доступа к данным оставлен с целью обеспечения совместимости с прежними версиями программного обеспечения. В современных приложениях к применению ODBC драйверов предпочитает использование OLE-DB провайдеров. Архитектура универсального механизма доступа к данным Microsoft схематически представлена на рисунке. Здесь мы видим приложение, которое либо через механизм ADO обращается к OLE-DB, либо непосредственно прямой обращается. Через ADOM обязательно обращаемся к мейн-фреймам, к non-SQL данным. Через ODBC мы обращаемся к SQL Data, то есть SQL Server, Oracle и другим данным. В клиент-серверных приложениях обычно применяется доступ к данным через постоянное соединение с источником данных. Таким образом, приложение открывает соединение с базой данных и не закрывает его, по крайней мере, до завершения работы с источником данных. В это время соединение с источником поддерживается постоянно. Недостатки такого подхода стали выявляться после распространения приложений, ориентированных на интернет. Соединение с базой данных требует выделения системных ресурсов, и если база на сервере, то при большом количестве клиентов это может быть критично для сервера. Хотя постоянное соединение позволяет немного ускорить работу приложения, общий убыток от растрата системных ресурсов, преимущество скорости выполнения приложения сводит на нет. Плохое масштабирование приложений с постоянным соединением также известно давно. Соединение с парой клиентов обслуживается приложением хорошо, а если клиентов более ста, то намного хуже. В ADO.NET используется модель доступа к отсоединенным данным. При этом соединение устанавливается лишь на то время, которое необходимо для проведения определенной операции над базой данных. Модель доступа ADO.NET – это модель компромиссная. В ряде случаев она проигрывает по производительности традиционной модели. И для этих случаев рекомендуется вместо ADO.NET использовать ADO. Работа с базой данных на уровне приложения – это работа с множеством объектов представителей классов, с множествами объявлений унаследованных методов и свойств, предназначенных для решения поставленных задач, с множеством объявлений данных членов, отражающих специфику структуры конкретной базы данных. Функциональные особенности этой сложности системы взаимодействующих классов обеспечивают единообразную работу с множеством баз данных различных типов. Доступ ADO.NET реализуют через объектную модель. При этом в Visual Studio.NET существует множество встроенных мастеров и дизайнеров, которые позволяют реализовать механизмы доступа к базе данных еще на этапе разработки программного кода. С другой стороны, эта задача может быть решена непосредственно во время выполнения приложения с помощью объектов Command. ADO.NET предоставляет собой технологию работы с данными, которая основана на платформе NetFramework. Эта технология представляет набор классов, через которые мы можем отправлять запросы к базам данных, устанавливать подключения, получать ответ от базы данных и производить ряд других операций. Основу интерфейса взаимодействия с базами данных в ADO.NET представляет ограниченный круг объектов Connection, Command, Data Reader, Dataset и Data Adapter. О них остановимся чуть-чуть позже. Существует еще набор объектов для различных источников данных. Если мы работаем с разными источниками, то нам необходим соответствующий провайдер данных. Собственно, через провайдер данных в ADO.NET и осуществляется взаимодействие с базой данных. Причем для каждого источника данных в ADO.NET может быть свой провайдер, который определяет конкретную реализацию вышеуказанных классов. Таким образом, доступ к данным в ADO.NET основан на использовании двух компонентов. Это набор данных, представлен объектами класса Dataset со стороны клиента. Это хранилище данных на локальном компьютере. И провайдера данных. Представляется объектом класса Data Provider со стороны сервера. Это посредник, обеспечивающий взаимодействие приложения и базы данных. На рисунке вы видите взаимодействие компонентов архитектуры ADO.NET. База данных, хранилище информации, физическая. Посредником между базой данных и приложением является провайдер. В то же время приложение потребитель использует доступ к данным через набор данных Data Set. По умолчанию в ADO.NET имеются следующие встроенные провайдеры. Они у вас на экране. Здесь провайдеры, как для Microsoft SQL Server, для OLDB. То есть они предоставляют доступ к некоторым старым версиям MS SQL Server, а также к базам данных Access, MySQL, Oracle. Провайдер для сервера SQL Server Compact 4.0. Кроме этих провайдеров, которые являются встроенными, существует также множество других, предназначенных для различных баз данных, например, для MySQL. Основные пространства имен, которые используются в ADO.NET, это System Data, определяет классы, интерфейсы, делегаты, которые реализуют архитектуру ADO.NET. System Data Command содержит классы, общие для всех провайдеров ADO.NET. System Data Design определяет классы, которые используются для создания своих собственных наборов данных. System Data ODBC определяет функциональность провайдера данных для ODBC. System Data OLEDB определяет функциональность провайдера данных для OLEDB. Data SQL хранит классы, которые поддерживают специфичную для SQL Server функциональность. SQL Client определяет функциональность провайдера для баз данных Microsoft SQL Server. Data SQL Type содержит классы для типов данных Microsoft SQL Server. И Microsoft SQL Server Server хранит компоненты для взаимодействия SQL Server и среды разработки CLR. Остановимся подольше на компонентах, объектах, которые позволяют работать приложению с базами данных. Основным объектом является источник данных. Он представляется как объект датасет. Объект датасет предназначен для хранения данных из базы данных и позволяет работать с ними независимо от базы данных. Датасет состоит из объектов типа Data Table и объектов Data Relation. В коде к ней можно обращаться как к свойствам объекта датасет, то есть используя точечную нотацию. Свойство Tables возвращает объект типа Data Table Collection, который содержит все объекты Data Table, используемые базой данных. Объекты Data Table используются для представления одной из таблиц базы данных в датасет. В свою очередь, Data Table составляется из объектов Data Column. Data Column – это блок для создания схемы Data Table. Каждый объект Data Column имеет свойство Data Type, который определяет тип данных, содержащихся в каждом объекте Data Column. Например, можно ограничить тип данных до целых, строковых, десятичных чисел. Поскольку данные, содержащиеся в Data Table, обычно переносятся обратно в исходный источник данных, необходимо согласовывать тип данных с источником. Объект Data Set имеет также свойство Relations, возвращающие коллекцию Data Relation Collection, которая, в свою очередь, состоит из объектов Data Relation. Каждый объект Data Relation выражает отношения между двумя таблицами. Сами таблицы должны быть связаны по какому-нибудь полю, толпцу. Следовательно, эта связь осуществляется через объект Data Column. Коллекция Rows объекта Data Table возвращает набор строк или записи заданной таблицы. Эта коллекция используется для изучения результатов запросов в базе данных. Мы можем обращаться к записям таблицы как к элементам простого массива. Data Set – это специализированный объект, содержащий образ базы данных. Для осуществления взаимодействия между Data Set и собственным источником данных используется объект типа Data Adapter. Само название этого объекта – Adapter, то есть преобразователь, указывает на его природу. Data Adapter содержит метод Fill для обновления данных из базы и заполнения Data Set. Объект DB Connection осуществляет связь с источником данных. Эта связь может быть одновременно использована несколькими командными объектами. С помощью объекта Connection происходит установка подключения к источнику данных. Объект DB Command позволяет послать базе данных команду. Как правило, это команда SQL или хранимая процедура. Объект Command позволяет выполнять операции с данными из базы данных. Объекты Connection и Command иногда создаются неявно в момент создания объекта в Data Set, но их также можно создавать явным образом. Объект Data Reader считывает полученные в результате запроса данные. На экране вы видите объектную модель ADO Net. Здесь объекты делятся как бы, как бы делятся на два класса. Отсоединенные объекты — это Data Set, который содержит в себе Data Table, который состоит из Data Column и Data Column Constraint, и Data Relation. Подсоединенные объекты, которые постоянно должны быть соединены с базой данных, это Connection, Command и Data Reader. Для соединения с базой данных используют командную строку соединения Connection String. Основные параметры строки соединения у вас на экране. Строка соединения Connection String определяет параметры, необходимые для установления соединений с источником данных. Эта строка при использовании мастеров генерируется средой, но можно и даже желательно, во избежание неточностей и ошибок, писать эту строчку вручную. Управление соединением осуществляется через объект Connection. Большинство источников данных поддерживает ограниченное количество соединений. При попытке обращения к базе данных ленит соединения, которые исчерпан, пользователь не получит нужной ему информации и будет вынужден ждать освобождения соединения. Задача разработчика заключается в минимизации времени связи с базой данных, поскольку соединение занимает полезность системной ресурсы. Когда вызывается метод объекта DataAdapter, например, метод FILL, то он сам проверяет, открыто ли соединение. Если соединения нет, то DataAdapter открывает соединение, выполняет задачи и затем закрывает соединение. Явное управление соединением обладает рядом преимуществ. Во-первых, дает более чистый и удобный для чтения код. Во-вторых, помогает при отладке приложения и является более эффективным. Для явного управления соединением используется объект Connection. Класс Connection поддерживает несколько событий, позволяющих отслеживать статус соединения и получать уведомляющие сообщения для экземпляра этого класса. Описание событий приводится на экран. При вызове метода Dispose объекта Connection происходит освобождение занимаемых ресурсов и сборка мусора. При этом неявно вызывается метод Close, то есть закрытие. Подключение к базе данных представляет собой одно из слабых мест работы программы. В силу самых разных причин клиент может не получить доступ к базе данных. Поэтому при создании приложения следует обязательно включать обработку исключений и возможность предоставления пользователю информации о них. Для получения специализированных сообщений при возникновении ошибок подключения к базе данных Microsoft SQL Server использует классы SQL Exception и SQL Error. Объекты этих классов можно также применять для перехвата номеров ошибок, возвращаемых к базе данных. Они продемонстрированы в таблице. Дополнительно вводятся уровни ошибок SQL Server, позволяющие охарактеризовать причину проблемы и ее сложность. При возникновении исключительной ситуации при соединении с базой данных возникает исключение типа SQL Exception. Информация о возникших ошибках содержится в свойстве EROS, представляющем собой коллекцию объектов типа SQL EROS. Ошибка определяется целочисленным свойством NUMBER, представляющим номер ошибки. Анализируя значение, можно определить причину возникновения ошибки и действия, которые необходимо предпринять для ее устранения. Продолжение следует... Продолжение следует...